Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Почему девственная матерь родилась от бесплодной, говорит нам преподобный Иоанн Дамаскин. Когда надлежала родиться Богородице Деве от Анны, природа не осмелилась плодоносить прежде благодати, но пребывала бесплодной, пока благодать не произрастила плода. Ведь надлежала, чтобы родилась первородной та, которая родит рожденного прежде всякой твари, которым все стоит. Вы смотрите телевизионное епархиальное обозрение, специальный информационный проект Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Мы продолжаем знакомить вас с наиболее значимыми событиями в жизни православной Одессы. И в этом выпуске вы увидите. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Одесский Измаильский Агафангел возглавил богослужение в Свято-Рождество-Богородичном Александровском женском монастыре. Архиепископ Южницкий Деодор совершил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кремидовка. Архиепископ Болградский Сергий возглавил литургию в храме иконы Божьей Матери Неополимая Купина в селе Дунайское. Свято-Архангела Михайловская Женская Обитель отметила престольное торжество в день воспоминания чуда архистратига Михаила в Хонях. 21 сентября – престольный праздник в Рождество-Богородичном женском монастыре села Александровка Болградского района Одесской области. По случаю праздника обитель посетил митрополит Одесский Измаильский Агафангел, который в сослужении архиепископа Болградского Сергия и духовенства Болградского благочиния совершил всеночное бдение и праздничную божественную литургию. На богослужение в обитель прибыли сотни верующих паломников. За литургией молились о мире на украинской земле, об избавлении от врага, чтобы Господь презрел на наш народ и сохранил отчаявшихся, потерявших дома. О его благословении людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. Рождение Пресвятой Богородицы Православная Церковь считает предвестником спасения. Человеческий род, начиная со дня изгнания из рая, имел веру и надежду на обещание, данное Богом о том, что семя жены сотрет главу змея, то есть дьявола. Эти слова указывают на Господа Иисуса Христа, Которому предстояло родиться от Пресвятой Богородицы, исполнить предначертанное и умереть за наши грехи, и силой Бога Отца воскреснуть, тем самым победив грех и смерть. Пресвятая Владычица, госпожа Девя Богородицы, помолимся Арцентсии. Пресвятая Богородицы, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 17 сентября митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил воскресное богослужение в Нижнем Храме Спасо-Преображенского Кафедрального Собора Одессы. За Божественной Литургией в этот день читали отрывок из Евангелия от Матфея, в котором звучат слова Господа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? Любить – блаженство, ненавидеть – мука. Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу, потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а во Христе – Бог. Не подумайте, чтобы заповедь любви к ближнему была так близка к нашему падшему сердцу. Заповедь духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь. Заповедь новая, а сердце наше ветхое. Естественная любовь наша повреждена падением, ее нужно умертвить, велит это Христос, и почерпнуть из Евангелия святую любовь к ближнему, любовь во Христе. Так говорят нам святые отцы. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. 21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Южненский Деодор совершил праздничную божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кремидовка Южненского Благочиния. После богослужения владыка Деодор поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником и пожелал скорейшего мира и согласия нашей многострадальной Украине и народу ее. В день Рождества Пресвятой Богородицы, игумен Свято-Успенской Одесской мужской обители, архиепископ Арцизский Виктор возглавил соборную божественную литургию в храме монастыря в честь Успения Божьей Матери. За богослужением были вознесены сугубые прошения и молитва о мире в Украине. Семнадцатого сентября. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского-Измаильского, архиепископ Болградский Сергий возглавил божественную литургию и крестный ход на приходе иконы Божьей Матери Неополимая Купина в селе Дунайское в честь престольного праздника. В Дунайском день празднования иконы Богородицы считается днем рождения села. Как известно, в украинском Придунавье эти праздники, согласно православным традициям, приурачиваются к храму. У дунайцев это храм иконы Божьей Матери Неополимая Купина. Отметим, что этот образ Богородицы – один из самых сложных по композиции и символическому истолкованию. Икона изображает Божью Матерь через один из ее ветхозаветных прообразов – Неополимую Купину, то есть Несгорающий Куст, в котором Бог явился Моисею. За богослужением в Дунайском верующие вознесли свои сердечные молитвы о мире в Украине. Свято-Архангела Михайловский Одесский Женский Монастырь 19 сентября отметил престольное торжество в честь воспоминания чуда архистратига Михаила в Хонях. Духовенство обители, ее насельницы и прихожане, а также воспитанницы регенского, иконописного и золотошвейного отделений Одесской духовной семинарии, которые расположены при монастыре, молились за богослужением в храме, прошли крестным ходом по обители и совершили молебен в честь праздника. Благоволивайся и послати ангелы Твоя в служении и спасению нашему. Благоволивайся и послати ангелы Твоя в служении и спасению нашему. Благоволивайся и послати ангелы Твоя в служении и спасению нашему. 15 сентября доктор богословия и преподаватель Одесской духовной семинарии протеерии Дмитрий Придейн презентовал для семинаристов свою книгу «Гений православной катехизации и романах Серафим Роуз» о жизни, деятельности и духовном наследии известного подвижника православной Америки. Во время презентации отец Дмитрий познакомил студентов с биографией и романаха Серафима Роуза, рассказал о написании книги, о своем опыте литературной деятельности. У студентов новый труд преподавателя догматического богословия вызвал большой интерес. Они с удовольствием выслушали презентацию новой книги, а в конце встречи могли задать вопросы и получить книгу с подписью автора. Томление Томление, обревающее всех христиан, велико и беспредельно. Мы все томимся. Вот, например, один человек богат и имеет доброе сердце. Своё имение он расходует на дела благотворительности. Он помогает бедным и щадит работников. Но к намерениям его, по виду хорошим, не примешивается ли тщеславие и не губит ли оно всей благотворительности. Богатый человек этого не знает и томится. Но такое томление полезно душам нашим. Оно держит нас в благочестивом напряжении. Оно не дает нам остановиться на сделанном и зовет постоянно к новым подвигам. А в этом залог самого спасения нашего. Поэтому и сказано христианам в Евангелии, терпением вашим спасайте души ваши. Тому же учат нас святые отцы наши. Благодаря томлению мы всегда будем простираться вперед и об одном молить Бога, чтобы Он помиловал нас по Своей милости. На этом наш выпуск близится к завершению. Напомним, что в ближайшие дни Церковь чтит. В среду 27 сентября воздвижение чеснага и животворящего креста Господня. В субботу 30 сентября память мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. Престольный день одноименного Одесского храма на перекрестке улиц Химической и Пестеля. В воскресенье 1 октября память иконы Божией Матери Целительница. Престольное торжество нового Одесского женского монастыря в Холодной Балке. А в пятницу 29 сентября Церковь празднует память преподобного Кукши Одесского. В этот день и накануне его верующих приглашают в Святоуспенский Одесский мужской монастырь на всеночные бдения и Божественную Литургию в честь престольного праздника, чтобы у святых мощей одесского чудотворца Кукши разделить великую радость совместной молитвы. Об этих и других событиях в жизни православной Одессы мы расскажем в следующем выпуске телевизионного епархиального обозрения уже через неделю. До следующей встречи, дорогие братья и сестры! Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok